В Тбилиси завершился чемпионат Европы по вольной борьбе. Харьковский динамовец Олен Засеев выиграл серебряную медаль в весе до 120 килограммов. Его одноклубник Ибрагим Алдатов стал третьим в категории до 84 кило. Гея Чехладзе, который представляет одновременно Харьков и Днепропетровск, взял бронзу в среднем весе. Учитывая золотую медаль хмельничанина Павла Олейника, сборная Украины заняла третье командное место. Здравствуйте, это спортивный интерес, только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Футбол, загнанная в угол сборной Украины, кусается больно. Футзал сбор национальной команды страны в Харькове. Стрельба из лука. Полсотни сильнейших стрелков Украины под одной крышей. В волейбол в российской и украинской суперлигах наступила пора матчей на вылет. Баскетбол, политехники выходят в четвертьфинал Международной студенческой лиги. Фигурное катание – Кубок Харькова для тех, кому от 5 до 40 лет. Другие события от недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор по указу – Инвеститина группа ДИЭЙДИ. Харьковский «Гелиос» завершил предсезонные сборы в Турции двумя поражениями в товарищеских матчах. Казахстанскому «Спартаку» из «Семея» подопечный Анатолия Чанцева проиграли 1-2 представителю 2-й российской лиги, новороссийскому черноморцу 0-3. В рамках домашней подготовительной программы «Гелиос» проведет матч с командой «Металист» У-19, а 6 апреля – первый официальный поединок в году против Александрии. Сборная Украины по футболу в составе с двумя игроками «Металистов» Александром Горяйновым и Марко Девичем провела два отборочных матча чемпионата мира. В первом из них, в выездном, подопечные Михаила Фоменко встречались с поляками. Уже за первые 7 минут матча украинцы огорошили соперника двумя голами-красавцами. Сначала Андрей Ермоленко пробил из точки в точку, затем Олег Гусев после скидки Романа Сазули поразил тот же угол ворот Артура Борутса. Ну да, мы как бы специально отдали им инициативу и играли, ну, наверное, вторым номером, и при их потере мяча уже проводили свою атаку. Поляки сократили разрыв на 17-й минуте. Сработала дортмундская связка. Куба-Блащиковский, Луга-Спищек. На последней минуте тайма гости восстановили паритет. Действующие лица те же – Гусев, Ермоленко и Зазуля. Третий гол нас окончательно сломал, а украинцам, наоборот, придал уверенности в своих силах. Трудно играть против соперника, который так реализует свои моменты. После перерыва и поляки могли обострить интригу, и украинцы сделать счет еще более неприятным для хозяев. Но в итоге так и осталось 3-1. Первая победа Украины в этом отборе. Второй спарренный матч украинцы играли в заснеженной Одессе против сборной Молдовы. Эти спарренные игры сложны чем? Тем, что очень мало времени не для восстановления физических качеств, а для восстановления эмоций. Сначала Евгений Селезмев в очной дуэли не смог переиграть фратаря гостей Станислава Намашко. Минутой позже он же спас Молдову от гола после удара Ермоленко. Под конец тайма Андрей и вовсе не попал в ворота с очень близкого расстояния. Он реабилитировался во втором тайме, когда Селезнев набросил Зазуля скинул. Пробить с левой для Ермоленко проще простого. Во втором голе Динамовец значится ассистентом для своего одноклубника Евгения Хачирити, который пришел в чужую штрафную на угловой. Но сборная Украины без интриги не сборная Украины. За 10 минут до окончания основного времени комбинацию, начатую экс-игроком-металиста Виталием Бордеяном, завершил голом только что вышедший на замену Александр Суворов. В итоге украинцы дотянули до второй победы в отборе 2-1. Таким образом, после шестого тура Украина идет на четвертом месте. Но не все так плохо. У первых двух команд, во-первых, на игру больше, во-вторых, они уже отыграли с Сан-Марина. Единожды у этой команды выиграли и поляки. Украина с аутсайдерами еще не играла. Для нее матч жизни и смерти состоится в начале июня в Черногории. Футзальная сборная Украины свой тренировочный сбор перед отборочными матчами чемпионата Европы проводила в Харькове. На площадке Дворца спорта «Локомотив» подопечные местного специалиста Евгения Рыбкина сыграли два контрольных поединка. Первый из них против харьковской команды «Ник энд Арс» сборная выиграла 2-0. Отличились Дмитрий Сорокин и Богдан Свиридов. Во втором матче сборникам противостояла команда «Локомотив», то есть те ее игроки, которые не вошли в состав национальной сборной. Здесь было интересней. Первый тайм «Железнодорожники» выиграли 2-0, во втором сборная отыгралась благодаря точным ударам Дениса Овсянникова и Владимира Разуванова. «Локомотив» на первом месте, поэтому команда хорошая. Пропустили такие мячи хорошие. Дальний удар один, и контратака второй. Мало того, что забили два гола, переломили. Могли и выиграть, но ничья, товарищеская встреча. Мы разберем свои ошибки и не будем их допускать больше. В окончательном списке 14-ти самое большое представительство у «Локомотива». Это два вратаря – Иваняк и Дмитрий Литвиненко, а также полевые – Александр и Дмитрий Сорокин, Сергей Журба и Дмитрий Хлочко. Третий вратарь – Кирилл Цыпун из «Урагана». Четверку делегировала «Энергия» – Макаев, Денис Овсянников, Максим Павленко и Дмитрий Бондарь. Трио ЛТК выглядит так – Разуванов, Сверидов, Артем, Рость. В отборочной пульке в турецком «Эрзуруме» украинцам предстоит сыграть с англичанами, славянцами и хозяевами турнира. Надо смотреть себя там, где сложно. Сегодня было очень интересно, потому что первый тайм 0-2. Дополнительная работа. Смогут ли вытащить, при том, что мы особо не нагганитали. То есть идет игра. Поэтому надо играть с сильными командами и не за день-два до начала, а на протяжении всего подготовительного периода. Отборочный турнир завершится 30 марта. В домашней части четверсинального поединка всемирной серии бокса украинские атаманы одержали сухую победу над бакинскими огнями из Азербайджана. Харьковчанин Александр Гвоздик в четвертом поединке нокаутировал коронным боковым ударом левой молдавского легионера азербайджанской команды Владимира Челеса. Ответный матч в гостях украинцы проведут 30 марта. В спорткомплексе Национального аэрокосмического университета состоялись всеукраинские соревнования по стрельбе из лука среди сильнейших спортсменов Украины. Участие приняли 55 действительно сильнейших лучников страны. 26 мужчин и 29 женщин, представляющих Харьковскую, Львовскую, Сумскую и Черновицкую области. Стреляли в зале, но на дистанциях, предназначенных для свежего воздуха. Уже на стадии квалификации стрелки подтвердили статус лучших. 11 человек преодолели рубеж в 1300 очков. На данный момент соревнования по результатам одни из самых сильных за последние 5-6 лет. Результаты показаны очень высокие. Поэтому результат Виктора Рубана на 30 метров, 358 из 360, говорит сам за себя, всего две девятки. Особое внимание в мужском олимпийском раунде было приковано к олимпийским призерам Виктору Рубану и Александру Сердюку. Но знаменитых мастеров обошли молодые и дерзкие. Рубана в четвертьфинале выбил сумчанин Александр Скачок. Сердюк, кстати, и ранее выбыл от руки земляка Антона Ладикова. В полуфинале Ладиков стрелял на одном рубеже с тем же Скачком и уступил 3-7. В поединке за бронзу харьковчанин не дотянул до медали в противостоянии с еще одним сумчанином Никитой Шишкиным. Проигрывая 0-2, он сумел сравнять счет, но в итоге было 7-3 в пользу соперника. А выиграл соревнования многоопытный львовянин Маркиян Ивашко. В полуфинале он прошел с Шишкина 7-3, а в главной дуэли турнира под ноль одолел Скачка. В женском турнире сослезалась в полном составе сборная Украины, которая недавно выиграла командный чемпионат Европы в помещении. Это харьковчанка Виктория Коваль, львовянка Екатерина Полеха и Лидия Сеченникова из Черновцов. В четвертьфинале как раз сошлись Коваль с Полехой и последняя выиграла. Виктория в итоге заняла пятое место. В полуфинале Полеха проигрывала по ходу стрельбы Ирина Семенова из Черновцов 3-5, но сумела не только догнать соперницу, но победить ее в перестрелке. В другом полуфинале Сеченниковой противостояла харьковчанка Татьяна Бережная, которая готовится стать мамой. Начиная со счета 3-1 Татьяна выиграла еще две серии с разницей в два очка и вышла в финал. Лучшие подруги за рубежом для стрельбы Бережная и Полеха сошлись в главном поединке женского турнира. Но спортивной интриги не получилось. Харьковчанка сделала соперницу в сухую 6-0. Причем стреляла Татьяна не просто точно, но еще и очень быстро. Нет ветра, нет дождя. Условия позволяют, почему же заранее закладывать в себя неуверенность. Надо сразу начинать с уверенности. Поэтому я так стараюсь. С конца марта в Киеве сильнейшие украинские лучники проведут тренировочный сбор, на котором огончательно определится состав для участия в Гран-при Европы и Кубке Мира. 14-й тур высшей украинской волейбольной лиги «Харьковский локомотив «Надежда» проводил во Львове против команды «Барком». Обе встречи остались за хозяевами 3-0 и 3-1. Таким образом, подопечные Анатолия Янущика остались на четвертом месте, у них 43 очка. У лидера Днепра 59 пунктов, между ними «Барком» и «Химпром» Сумгу. В заключительном туре регулярного чемпионата открытой российской суперлиги по волейболу «Харьковский локомотив» принимал «Искру» из подмосковного Одинцова. В прошлом сезоне гости шли неизменно в лидерах турнира. В нынешнем боролись за четвертое место в красной группе. Хозяева же за результат особо не переживали, их шестая позиция была незыблема. «Заслуживали где-то в каких-то играх набирать больше очков, поскольку так уже сложилось, задача минимум выполнена, а дальше посмотрим». Отстаивать турнирные права Одинцовцы стали с первой партии. И если при счете 23-18 в их пользу еще можно было подумать, что харьковчане зацепятся за сет, то развитие событий показало, что это невозможно. 25-20. Второй отрезок гостей вновь начали лучше, уйдя на первый техперерыв ведущими в три пункта. Но далее подопечные Юрия Филиппова собрались с силами моральными и физическими и рванули вперед так, что не достать. Получилось 25-17 в пользу локомотива. Самой острой получилась третья партия. В ее концовке при счете 22-21 в пользу хозяев Денис Калинин сначала сделал эйс, а после паузы, взятой Филипповым, ударил с подачи в сетку. Равный счет продержался до формата больше-меньше, в котором лучше сыграли гости – 28-26. А в четвертом сете борьбы не получилось. Его «Искра» взяла 25-17 и выиграла матч со счетом 3-1. Единственная радость харьковчан в том, что Сергей Тютлин забил 31 очко и перекрыл рубеж в 500 пунктов за чемпионат. На фоне физической усталости команда все-таки отыграла очень много и чемпионата Украины, и Еврокубки, и чемпионата России. Просто, может, подостали все из-за этого. Задачу выполнили на сезон, которая была поставлена. Вот дальше будем бороться за продолжение плей-оффе. В одной восьмой финала соперником локомотива будет Уфимский «Урал», который занял третье место в синей группе. Игры плей-офф пройдут в начале апреля. В украинской волейбольной суперлиге началась пора игр на выбывание. Первый полуфиналист определялся в паре одноклубников – «Локоэкспресс» – «Локомотив». Первый матч проходил в день рождения главного тренера старшей команды Юрия Филиппова. И подопечные постарались не огорчить наставника. Впрочем, сделать это было просто. К сожалению, для игроков «Экспресса» их уровень мастерства, а главное командной игры, пока не дотягивает даже до национальной суперлиги. А ведь в этом коллективе играют сверстники-исполнители из основной команды – Сергея Тютлина, Яна Ерещенко и Дмитрия Теременко. Кстати, либерой «Экспресса» Филипп Гармаш и центральный блокирующий Максим Дрозд также заявлены в чемпионате России за первый «Локомотив». В рамках национального первенства они имеют права играть только за вторую клубную команду. Впрочем, и это усиление подопечным Игоря Зяблицева не помогло. Первую игру «Локомотив» выиграл в сухую. По партиям два раза по 18 и 21. Теперь ребята молодые, перспективные, все стараются. Диагональные доигровщики. Хорошо, в принципе, сыграли. Много от рук подбивали от блока. Играют, скажем так. Показывают результат. В первом сете повторного матча, который по согласованию сторон проводился уже на следующий день, «Экспрессовцы», что называется, уперлись и довели игру до больше-меньше. Но там проиграли 25-27. Словно показав все, на что способны, остальные два игровых отрезка они провели спустя рукава. Потому и на сей раз «Локомотив» праздновал победу в трех партиях. Во второй и третий – 25-16 и 25-17. Мы старались, но что могли, то сделали. Все-таки первая команда. Тяжело против них играть. У них очень большой опыт. И в российском чемпионате. А у нас только набираем опыты. Поэтому, я думаю, каждый старался показать себя с лучшей стороны и сыграть свою игру. Остальные участники Суперлиги провели только первые четвертьфинальные встречи. Юрокадемия на своей площадке проиграла Крымсоде под ноль – 20-21 и 22. Черниговский буревестник харьковского специалиста Николая Благодарного неожиданно легко справился с химпромом под руководством еще одного харьковчанина Николая Басажина – 3-0. Винницкий аграрный университет дома уступил фавориту в пяти сетах. В Дубае завершился второй этап мировой серии по прыжкам в воду. Харьковчанин Алексей Пригоров в паре с Ильей Квашой из Николаева выиграли серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Они набрали 443,37 балла. Победу праздновали китайцы Хе Чон и Цин Кай. Бронза досталась мексиканцам Яхелю Кастилья и Даниэлю Исласу. В Днепропетровске состоялся зимний чемпионат Украины по плаванию. Харьковская прима этого вида спорта Дарья Степанюк завоевала две золотые медали на коронных дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. На полтиннике батерфляем подопечная Павла Егорова стала третьей. Еще двое харьковчан Анастасия Малявина и Максим Крепак отобрались на юношеский чемпионат страны. Состав сборной Украины на международные соревнования определится на Кубке страны в Харькове в середине мая. На Салтовском льду прошел чемпионат Украины по шорт-треку среди юношей. Из Харьковчан особо отличились те, кому это и положено по статусу. Никита Соколов первенствовал на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Воспитанник Евгения Яковлева был первым и в составе эстафетной команды, в которую также вошли Антон Калошин, Владислав Немира и Станислав Амельченко. Амельченко стал вторым на полторашки Немира, третьим на тысячи. В девичьих забегах Мария Долгополова добыла четыре серебряные медали. Подопечная Виталия Сивака была второй на трех индивидуальных дистанциях и в составе эстафетной сборной Харькова и Киева. В обеих эстафетных дисциплинах вторые команды Харькова завоевали бронзовые медали. Там же на Салтовском льду состоялся третий этап Кубка Харькова по фигурному катанию. Соревнования объединили выступления и любителей, и профессиональных фигуристов. Помимо возрастных категорий, они состязались по трем программам, условно названным «Золото, серебро и бронза» – отличия в количестве и сложности элементов. Кроме представителей ведущих украинских школ – Харькова, Киева, Днепропетровска и Одессы – впервые в подобном турнире принимали участие спортсмены из Кировограда, Калуша, Херсона и Севастополя. Всего 116 фигуристов. Для Кубка Харькова это рекорд. На сегодняшний день я считаю, что харьковские соревнования самые лучшие. По крайней мере, они самые объективные. Атмосфера очень дружелюбная. Могу сказать, что на сегодняшний день Харьков – лидер. Харьковская школа оправдала возложенные на нее надежды. Хозяева льда 20 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Это не считая множества серебряных и бронзовых наград. Если брать только самые сложные программы в номинации «Золото», то здесь первенствовали Дарина Убей-Конь, Ивана Рослик и Юлия Чайкина. В категории мастеров не было равных Таисии Списильцевой и Егору Хлудееву. По большому счету, заниматься фигурным катанием можно и без соревновательной программы и острого судейского взгляда. Но с ними и полезней, и интересней. Во-первых, закаляет дух, прежде всего, человека. Во-вторых, соревноваться нужно, чтобы понимать, ты достиг чего-то или нет, какого-то уровня. Повысился твой уровень или не повысился. Только соревнования, могут сказать. Так как на тренировке дети выполняют более сложные элементы. А в программах мы выставляем только то, что работает стабильно. Конечно, во время соревнований были и досадные ошибки, и обидные падения. Но поражений без побед не бывает. Сам факт участия в турнире большого количества желающих уже говорит о том, что фигурное катание в Украине скорее живо. Специалисты очень надеются, что из сегодняшних любителей вырастут завтрашние мастера-профессионалы. Это наша задача. Смотреть на детей и отбирать лучшее, что есть, дальше в специализированные школы, в специализированные группы. Переводить в более лучшие условия. Именно вот эти соревнования для этого и созданы. Здесь невысокое мастерство. Мы засмотрим резерв, то, что может потом привести к нашим звездочкам. Окончательные итоги Кубка Харькова подведут в конце апреля. Харьковский баскетбольный клуб «Авантаж Политехник» выбыл из борьбы за Кубок Украины. Оба четвертьфинальных матча против «Волынь Баскета» игрались в Луцке. Первый выиграли харьковчане 80 на 78. Во втором хозяева победили с большей разницей очков 99-88. Компанию луцким баскетболистам в полуфинале составит «Мусон» из Севастополя, вторая пара «Харциск» «Торнадо Одесса». Мы перед Кубковой игрой поставили задачу того, чтобы выиграть не только основным составом, но и вторым составом в том числе. Поэтому, если внимательно посмотреть статистику, в первой игре играло очень много второго состава, мы выиграли два очка. Ну, на вторую игру ребятам второго состава не хватает еще достаточно сил и прочности. В повторной встрече одной восьмой финала Международной студенческой баскетбольной лиги Харьковский НТУ ХПИ принимал Балтийский федеральный университет имени Эммануила Канта. Ваша команда, как я вижу, нормальная профессиональная команда. В начале второй половины игры гости освоились на площадке и провели несколько впечатляющих, а главное для них – результативных атак. Заводилой был Алексей Яцентюк, который в итоге стал лучшим бомбардиром игры, набрав 30 очков. Харьковчане с виду действовали академично, порой излишне спокойно, за что то и дело получали резкие указания славочки. А разница в счете, тем не менее, росла и к концу третьей четверти достигла 31 пункта. Они приехали неполным составом, их всего 9 человек, из них всего 5-6 играют. Достаточно сложно было с нами играть, так как мы играем в более быстрый баскетбол, поэтому они немножко измотались. В четвертом игровом отрезке Валентин Кулебаба доверил больше времени на площадке исполнителям из запаса, фактически усадив на отдых обоих центровых – Антона Рочняка и Антона Михайлова. Шанс отличиться получили Валерий Клементьев, Владислав Чевердин и Илья Астахов. При них счет очков в пользу политехников и перевалил за сотню. Учитывая уровень соперника, каши молодые не испортили и довели дело до более чем уверенной победы – 114-73. Самым результативным у победителей оказался Родион Боровский, набросавший 23 очка. Мы их брали от середины, они подустали и мы их немножко задавили в консовочке. Результатом доволен? Да, очень. Харьковщане пополнили список четвертьфиналистов в лиге. Там помимо них значатся Киевские политехники, Подмосковная академия физической культуры, Казанские и Уральские университеты. Самый вероятный соперник харьковчан в 1-4, хорошо знакомый им по матчам регулярного чемпионата – Орловский университет. Единственный матч за бронзу профессиональной хоккейной лиги между Соколом и Харьковским «Динамо» получился более чем странным. Время матча в Донецке переносилось трижды и все равно хоккеисты вышли на лед тогда, когда об этом практически никто не знал. Кроме того, играли не положенное чистое время, а с учетом пауз в игре. Основные и дополнительные периоды завершились ничью 2-2, а в серии «Буллита» в третье место выиграли киевляне. Ну а чемпионом страны в третий раз подряд стал Донбасс, который обыграл столичный компаньон в четырех матчах. В заключительном также по «Буллитам». В Днепродзержинске завершился четвертый тур мужского чемпионата Украины по водному полу среди команда спаривающих места с первого по четвертое. Харьковский слобожанец проиграл львовскому «Динамо» 8-10, разгромил сборную Севастополя 18-3 и уступил действующему чемпиону и лидеру мариупольскому «Личевцу» 9-15. Мариупольцы не потеряли в этом туре ни одного очка. Перед заключительным пятым туром, который пройдет в Мариуполе, турнирное положение в «Квартете» выглядит так. Ильичовец 39 очков, «Динамо» 34, слобожанец 25, сборная Севастополя 13. Третий гол нас окончательно сломал, а украинцам наоборот придал уверенности в своих силах. Трудно играть против соперника, который так реализует свои моменты. В Луцке завершился чемпионат Украины под дзюдо среди юниоров. Единственное золото для Харькова в женской категории до 63 килограммов выиграла Анастасия Шевченко. Помимо этого на счету харьковских борцов по три серебряные и бронзовые награды. В командном зачете это четвертое место. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится.